Так, у нас французский семинар, вот у нас выступает наша гостья Ксения Константина Ельцова, но поскольку я только с удовольствием смотрю на нее и предвкушаю удовольствие, а сказать толком ничего не могу, поскольку мы не знакомы, то Наталья Георгиевна, которая любезно нам сосватывала такого докладчика, сейчас о ней скажут несколько слов, а я потом уже, значит, Ксения Константиновна будет говорить, а я уже выключаю микрофон свой. Я тоже с удовольствием представляю Ксению Константиновну Ельцову, кандидата культурологии, доцента Высшей школы европейских культур, факультета культурологии РГГУ, которая занимается самыми разнообразными проблемами, в основном связанными с исследованием современных медиа, с дискурсивными практиками, с вариантами того, как они сосуществуют в нашу непростую эпоху. И, собственно говоря, ее сегодняшний доклад, ее выступление – это рассказ о том, как какие-то теоретические и концептуальные вещи переходят в практику сегодняшнего дня. И она занималась полевыми исследованиями этой темы на французском контенте. И самое интересное, что, в общем-то, значимо, очевидно, для ее доклада, для ее проблемной темы и для нас – это то, какие возможности имеет сочетание теории и реальной практики в наше достаточно непростое время. Большое спасибо. Спасибо, Наталья Георгиевна. Дорогие коллеги, здравствуйте. Я благодарю Институт высших гуманитарных исследований за эту возможность, за приглашение выступить. Я благодарю Наталью Георгиевну за то, что она порекомендовала меня в качестве докладчицы. Я благодарю Веру Аркадьевну за возможность выступить в рамках французского семинара, французской части исследовательского семинара Евгении. И я благодарю Елену Евгеньевну, которая, в общем-то, согласилась меня в этом качестве действительно. Благодарна всем, кто пришел меня послушать. Я сразу оговорюсь, ну и сразу предупрежу, сейчас я включу презентацию. Мой доклад рассчитан на 40-45 минут. И, возможно, будет чуть более сумбурным, чем мог бы быть, если бы представлялись выводы уже проведенного, задокументированного исследования. В этом смысле я прошу о некотором снисхождении. Надеюсь, для вас это будет удобно, как для слушателей, что для меня важно. Вместе с тем речь идет о проекте, который частично реализован, а потом заморожен. И возвращаться к нему, как в таких случаях бывает, не так-то просто. Но мне бы очень хотелось. Я люблю доводить до конца, даже если приходится прерваться. И в этом смысле я очень рада присутствовать, вот быть здесь. И буду признательна за комментарии, критику любую. Потому что, мне кажется, где как не здесь, на нее по гамбургскому счету можно рассчитывать. Сейчас одну минуточку, я немножечко организую свое пространство, как я видела. Всем удобно, да, видно презентацию. Доклад структурирован следующим образом. Я сначала чуть-чуть расскажу о том, как вообще эта история началась. Отчасти для меня неожиданно. Как она концептуально оформлена на данный момент, как она трансформировалась. Потому что изначально возникла вот эта французская часть. Потом появилась идея сделать, развернуть это в чуть больше такой компаративный проект. Делать компаративистскую такую перспективу, подключив кейсы России и Германии. Вместе с тем, даже вот отдельно, не вмешивая в эту пандемию, есть ряд сложностей и сомнений. Тоже хотелось бы ими поделиться. Это первая часть. Во второй части я расскажу о том, что, собственно, сделано и как это делалось. Я, допустим, знаю, что я совершила методологическую ошибку, когда брала интервью. Мне в свое время на это Ольга Борисовна Христафорова указала. Ему большое ей спасибо. Кажется, ошибку можно обойти, но она есть. Не только о ней я буду говорить, не столько о ней. Покажу, какая работа проделана. А в третьей части я предложу, не претендуя. Сразу скажу, на исчерпывающий анализ полученного материала, даже его полевой части. Поделюсь предварительными систематизациями, которые, мне кажется, сами по себе что-то говорят. Одновременно позволяют задавать новые вопросы. Ну и, наверное, тоже удобны для какой-то дальнейшей критики. А вот теперь я перехожу к докладу. Итак, интеллектуальный контент неизменно в кавычках, потому что это понятие, которое ввожу я. Иногда его используют, иногда не используют респонденты. И под ним я понимаю, значит, тип содержания, которые выбранные мной проекты, они, опять же, эксплицитно или имплицитно, я потом покажу их список, естественно, причисляют к себя к качественным медиам. А, соответственно, предполагают, что, предполагают своими аудиториями, опять же, разными методами, как именно мне интересно, свою аудиторию как образованную публику, в достаточной степени образованную, чтобы оценить, заинтересоваться и переработать тот тип содержания, контента, я выбрала это слово, который предлагают такого типа проекты. Значит, сразу же я поясню, что я понимаю, под цифровыми медиа я работала и изначально ограничивала свою выборку только с редакционными проектами, проектами, у которых есть редакция. То есть я не работала с социальными сетями как отдельными площадками. Иногда, допустим, при исследовании медийных репрезентаций я могу обращаться не только к веб-сайтам, но и к, допустим, присутствию в Фейсбуке, Инстаграме и где-то еще этих проектов. Но принципиально, что есть редакция и проекты либо уже... Я чувствую, что я поступаю иначе. Я тебя уйду сегодня, распечатаю, постригу. Так, кто у нас из наших уважаемых слушателей не выключил микрофон и очень мешает докладчице? Ну что, распечатаю, постригу, это точно. Кто у нас собирается распечатывать на всю Ивановскую, на всю вселенную распечатывать? Кто собирается? Иваницкий. Иваницкий. Александр Ильич? Да, я здесь. Мы бы хотели, чтобы мы были здесь, но тихо. Вот, замечательно, спасибо. Мне кажется, это пример интертикстуальности, такой трансмедийный. Это доказательство, что не только цифровые медиа существуют, а кто-то еще распечатывает. Кто-то еще распечатывает, да, к слову. Вот, это как раз в тему, потому что речь идет о цифровых медиа, которые либо возникли сразу, как цифровые площадки в таком качестве существуют и вполне успешно, насколько я знаю, либо имели изначально аналоговое, бумажное, радийное, телевизионное присутствие, но потом, в общем, неизбежно обзавелись цифровыми площадками, которые конкурируют в плане популярности, востребованности аудитории, объема контента, материалов, которые они производятся, с аналоговыми версиями, если не в целом, как бы, отменили их. Вот, и третья, значит, составляющая – это расширение дискурса и практики производства и потребления в таком более развернутом, на самом деле, более развернутой версии этого расширения, которое звучит следующим образом – дискурсы, практики экономики, производства, распространения и потребления. В общем, здесь во многом заложены следовательские вопросы, по крайней мере, его составляющие, но вот для данной части проекта, я считаю, корректна эту укороченную версию обобщения, которую я здесь демонстрирую. Перехожу к следующему кадру. Видно, да, его, все получилось. А, значит, все началось с, наверное, известной многим здесь возможности постдоковской, то есть после защиты кандидатской диссертации, атлас, который предоставляет, предлагает фонд «Дом наука о человеке» в Париже в сотрудничестве с Центром франкорасистских исследований в Москве. И в моем случае я писала, защитила диссертацию на тему конструирования элитарности в кавычках в российских новых медиа, где я брала определенный пул проектов при всей их разнородности, там, в конце 2000-х, в начале 2010-х. Их можно было рассматривать как там самореферентный до некоторой степени круг источников, условно, от афиши через СНОП Кольте. И французские коллеги знали об этом проекте, я где-то выступала, и в какой-то момент они сказали, вот, вы знаете, есть эта возможность, если вам интересно, попробуйте подать заявку. Вот, и я попробовала. Я попробовала, и не ища легких путей, в общем, несколько устав работать исключительно с цифровыми материалами, то есть я сознательно совершенно не общалась, не брала интервью и старалась никак не пересекаться с теми, кто делает Кольту, с теми, кто делает афишу, хотя это, в общем, поговорить с ними было бы несложно. В общем, устав от работы исключительно с таким виртуальным материалом, будь это сами материалы, будь это комментарии к ним, я решила, что я поговорю с живыми людьми. Вот, и вместо того, чтобы тихо сидеть в библиотеке, я придумала, что я возьму интервью у людей, которые делают, как мне казалось, как я предположила, там, отчасти знаю, отчасти прям непосредственно в режиме живого, реального времени, знакомясь с французским медиаландшафтом, вот проекты, похожие на, простите, российскую, там, Кольту, афишу, СНОК, разный вариант. Значит, здесь мне было принципиально, что есть цифровое присутствие, это важно для исследовательского какого-то вопроса, начальной проблемы. Про интеллектуальный контент, ну, может быть, сейчас там периодически я буду обращаться, но, как я уже упомянула, это словосочетание употребляю не только я, хотя в нем, в общем, заложена некоторая методологическая ошибка, на которую я скажу позже, но иногда этим словосочетанием пользуются респонденты, иногда представители целевых аудиторий, например, мои коллеги во Франции, либо те, кто себя к целевым аудиториям эксплицентно не относит, говорят, я не читаю вот это, потому что это слишком сложно, это для умных, образованных и так далее. Такие случаи тоже были, я их не искала, да, просто в разговорах с людьми, вот, в рамках стажировки в Париже, где неожиданно я решила этот материал тоже подключить. Так, здесь, в общем, про контекст и потенциальное разворачивание в компаративный проект, я уже сказала, российская составляющая частично опубликована не только в рамках кандидатской и соответствующих статей, вот буквально недавно англоязычный вышел текст, где я рассматриваю две волны как бы в качественных медиа, интеллектуальных медиа в России, и вопрос идет о том, как конструируется и реконструируется, производится и воспроизводится идея интеллектуальности в российских цифровых медиа. То есть вот эта часть как бы проекта, ну, хотя бы частично закрыта. Немецкая составляющая на данный момент под вопросом, потому что, как кажется парадоксально, на самом деле вполне, может быть, ожидаемым образом в Германии нет проектов, которые бы в отдельной как бы нишу выделялись, такого интеллектуального, как бы эксплицитно говорили о том, что они работают для интеллектуальной публики. Есть разделы филетонов, так называемый филетон, в крупных качественных газетах и сейчас уже медийных проектах, трансмедийных, вроде Франкфурта, Альгимайнацайт или Дицайт, вот такого плана. Это парадоксально только отчасти. В принципе, немецкое общество, оно немножечко, вот в плане социальных иерархий, оно устроено не так, как российское и не так, как французское. И вот сам факт того, что отдельно там СНОБа, Кольты или Лежуру, нет, это, в общем, тоже важно. Но для меня это проблема. И вот я думаю, что с этим дальше, что с этим дальше делать, насколько корректно сопоставлять эти страницы, отдельные воскресные выпуски с тем, как работает Кольта, как работает Лежуру, например. Французское составляющее оказалось чуть проще, и мне удалось вот анонсированные в рамках аннотации интервью провести, а не договориться провести, и это было легче даже, чем я ожидала. Чуть позже я тоже поделюсь опытом. Мне кажется, в любом исследовании, особенно если оно полевое, предполагает такое непосредственное взаимодействие с людьми, и материал собирается в формате интервью, то, как это вообще все происходило, ну, в общем, очень значимо. Очень значимо, и совсем ничего об этом не рассказать обидно, потому что во многом это создает то, как исследование вообще происходит, и то, как оно поворачивает. Значит, исходное вообще размышление для этого проекта, задающие проблематику и актуальность, это, как мне кажется, наблюдаемый, судя по тому, что наблюдаемый не только я, такой правый поворот в западных, ну, не только в западных глобального северообществ, но и вообще в мире, правый поворот, Brexit, приход Трампа на некоторое время к власти, вот реактуализация интереса и широкого общественного интереса к проблематике социальных различий и чувствительность, она как бы задает рамку и моего интереса. Мне, в принципе, интересно, как устроены социальные иерархии в современных обществах позднего модерна, в России тоже можно с какими-то оговорками относить. И, с одной стороны, мне интересно, как эти механизмы сегодня устроены в аналоговых обществах, насколько аналоговое от цифрового можно отделить. А одновременно, понимая, что технологии цифровых медиа изменили почти или вообще все аспекты социальных взаимодействий, мне интересно, собственно, а как одно, как бы как цифровые медиа влияют на производство и воспроизводство социальных иерархий. В этом смысле категория интеллектуального становится удобным для исследования элементом. Потому что, опять же, если обращаться к концептуализации, которую предложил в свое время Буртье, при всей критике, при том, что это было давно, представляете, что интеллектуально оно вписано в систему производства социальных различий по-разному в России и во Франции. Опять же, про Германию я сегодня не буду говорить. И вместе с тем можно предположить, что цифровое, вообще логика цифровых медиа, она до некоторой степени этот различный функционал интеллектуального уравнивает и, более того, пересобирает. И вот как именно это происходит, мне интересно. В данном случае я, наверное, не буду сейчас еще более подробно останавливаться на теоретике методологических оснований, тем более на методах. Методы я задействую частично в том, что я покажу дальше, вот в той работе, которую я покажу дальше, с материалом, потому что те методы, которые заявлены, они предполагают, особенно дискурс-анализ разными, вариации, комбинации, они предполагают работу не только с собранным материалом интервью, но и анализ, такое систематическое наблюдение за, собственно, цифровыми площадками. Основной редакционный сайт, социальные медиа разные, кто какие использует и так далее. Вот про цифровую часть сегодня отдельно, точнее, речи не будет. Текстуально может возникать, а так нет. Если какие-то вопросы к этому блоку будут, я более подробно скажу об этом в серии вопросов, ответов, обсуждений. Чтобы не быть голословной, очень кратко пролистаю слайды с избранной библиографией, которая исключает несколько блоков. Это исследование фигуры интеллектуала по понятию интеллектуального интеллектуализма. И одновременно литература, посвященная социальному неравенству и социальным иерархиям. И третий блок – это, собственно, цифровая культура и социальное неравенство. В общем, здесь я, как мне кажется, пока еще нахожусь в поле неизведанного, если сужать до того, каким образом категория интеллектуального существует в поле цифровых меди или каким образом цифровые меди влияют на категорию интеллектуального как элемент, механизм социальных иерархий. И в этом смысле, вот, сузив до этой ниши, я дальше расскажу. Фактически я сейчас уже перехожу ко второй части про материал, который я собрала и как. Единственное, что предварительно… Вот здесь вы видите выведенные вопросы, уточняющие… Извините, Ксения, на самом деле у меня она застряла на заглаве и больше ничего не видно. У всех так? Да, не верится, презентация только заглавная. Ой-ой-ой, спасибо, что вы мне сказали. Подождите, я остановлю и сделаю заново, потому что у меня все движется, и я прям так вот в полной уверенности, что и все так видят. Одну минуту. Значит, я отматываю сейчас в начало. Включаю это начало. Сейчас видно, да? Видно начало, заглавие, заглавие. Пока так и должно быть, да. Предварительно мы прогоняли презентацию, вроде бы все было. Простите, коллеги. Так, сейчас я сделаю полную версию. Вот так. Начало. Второй слайд. Нет, Ксения, к сожалению, мы видим вашу колонку сбоку. Так. Полный экран, но все равно не получилось, но это-то неважно. Но мы не передвинулись все равно. Наверное, ты другой экран раздала. Да, вот, вот, вот двинулась. Ура. Теперь двинулась. Да, дорогие коллеги, я тогда не буду разворачивать в полную версию. Это может быть не так красиво, но зато видно. Не разворачивайте ни в коем случае. Хорошо. Вот это был второй слайд, на котором я прокомментировала еще раз кратко предоставленную аннотацию. Это был третий слайд, на котором я рассказала, на каком этапе вот каждый из потенциальных элементов такого потенциального же компаративного проекта, да, и в чем там сложности. Здесь речь шла об исходном размышлении фактически проблематики, проблеме и актуальности, концептуальные рамки, которые обозначила кратко, обратившись к именам исследователей, значит, механизм воспроизводства неравенства и технологии цифровых медиа, вообще цифровые медиа, которые каким-то образом пересобирают в том числе и, как кажется, способы и механизм производства социальных иерархий, какую роль в этих процессах играет категория интеллектуального, будет интересовать меня вообще в рамках этого проекта. Интересует в первую очередь и, в частности, в рамках цифровой, ой, в рамках французской части я сосредоточусь на вопросах, каким образом интеллектуальный контент, категория, обведенная как бы мной для этого проекта, одновременно, как минимум воспринятая с энтузиазмом, хотя, мне кажется, ею пользуются и респонденты. Здесь было кратко про методы, часть из которых даже не будет сегодня задействовано, то есть то, что я буду показывать, не всегда требует этих методов, не всегда эти методы были применены. Это предварительная систематизация. Здесь просто три слайда с литературой, повторюсь, которая делится на три блока, интеллектуальные и разные, подходы к исследованию интеллектуала, как фигуры, его роли, категории интеллектуальной, идеи интеллектуальности, литература. Здесь дана в уходительном порядке. Литература, посвященная социальным иерархиям, вопросам социального равенства и неравенства, и литература, посвященная тому, какую роль цифровые медиа играют. И, как мне кажется, проанализировав три больших блока, я нашла нишу, которая еще мало проработана. Каким образом интеллектуальная, как один из маркеров социального статуса, трансформируется под влиянием цифровой среды. И то, о чем пойдет дальше речь, это проверка этого вопроса на французском материале, на материале интервью. Единственное, сейчас видно слайд с конкретизацией исследовательского вопроса. Он был разбит на три таких блока, и фактически это уже вопросы, которые в разных вариантах, в переформулированном виде фигурировали в интервью. То есть, первое, каким образом логики цифровой среды и новых медиа, логики производства интеллектуального контента, как и имплицитного интеллектуального читателя, соотносятся друг с другом. Ну, по крайней мере, в рамках данного материала в высказываниях людей, которые такого рода медиапроекта делают. Становятся ли цифровой и потенциально доступной максимально широкой публике и аудитории контент, материалы, да, благодаря всем тем возможностям, которые цифровые медиа предоставляют, становятся они более доступны аудитории, которая мыслится или может быть представлен как шире той, шире целевой аудитории. И кто, собственно, является аудиторией интеллектуальных медиапроектов, которые производят интеллектуальный контент, до какой степени это, значит, объединение, как эти аудитории фрагментированы, если они фрагментированы, они не едины, да. Каковы принципы этой фрагментации или все же пересборки, объединения аудитории в какой-то момент. В общем, вот об этом эти вопросы сначала я задала себе, отчасти основываясь на опыте исследований в рамках кандидатской, и дальше задавала респондентам. Не таким прямым образом, но так или иначе мы к этому приходили. Иногда даже респонденты сами начинали отвечать на этот вопрос, что для меня тоже подтверждало, что я правильно его для себя изначально сформулировала. И еще до начала, до поездки в Париж, что я сделала? Я предварительно, во-первых, наметила круг проектов, которые потенциально могут попадать в эту такую условно-аккуратно выделяемую нишу, сегмент. Непосредственно на месте круг источников был уточнен. То есть я говорила об этом с коллегами, поскольку я была прикреплена и благодарна за это прикрепление. Серсек, соответственно, под руководством француза Дассе, с ней была беседа, она тоже порекомендовала, порекомендовала, поделила своим опытом, зная российские аналоги, и порекомендовала мне первый контакт журналистке радио «Франскультюр», с которой мы очень хорошо нашли общий язык, и дальше она порекомендовала меня дальше. Порекомендовала меня другим коллегам, которые, опять же, с благодарностью вспоминаю, очень быстро отозвались и согласились поговорить, дать интервью, согласились сделать это под запись. И это еще один такой фактор для меня, который, как мне кажется, обусловливает необходимость довести исследование до конца. Вот из благодарности к людям, которые уделили мне время. Интервью проводились на родном для респондентов языке. Девять на французском, одно на русском. Тоже это было принципиальное решение. Мне хотелось минимально потерять при переводе, при том, что я на тот момент язык немного подзабыла, но была возможность сделать записи и, соответственно, максимально точный как бы фидбэк получить. Здесь я просто перечисляю, не называя имен, я не согласовывала, поэтому просто перечисляю, о каких проектах идет речь. Это «Арты», «Head of Digital» я не стала переводить, так себя называли, так называется официальная должность, моего респондента «Французская часть вещания» на момент конца 2018 года. Я сейчас, точно так же, когда я сейчас перейду к радио «Францкультур», это до момента реструктуризации крупного, произошедшего пару лет спустя, по-моему, в 2020-м, французских медиа, в частности, таких общественного интереса, поддерживаемых, соответственно, государством. То есть два человека, два специалиста радио «Францкультур», это человек, возглавляющий отдел по производству коротких роликов, которые есть на сайте, там, в приложении, ну, на тот момент возглавлявшая это женщина. И вот вторая, это та самая журналистка, которая, в общем, работала на момент нашего знакомства не как журналист, и в большей степени с общественной и экономической тематикой, такой вот, на этом специализировалась. Но у него был серьезный опыт и цифрового продюсирования. Дальше мне удалось поговорить со специалистом, нашим соотечественником, изначально радио «Францинтернациональ», русская редакция. И опять же, мне было важно, что это не просто человек, который пишет, а человек, который сам размещает это содержание на сайте, в соцсетях, знает, как реагирует, вовлечен отчасти в исследовании аудитории. Дальше какие-то вещи случались спонтанно. Ну вот «La Visite des Ede», это издание «Collège des France», там два главных редактора, вот они поддержали и поговорили. «Le monde diplomatique», там был тоже специалист, который был вовлечен в производство цифрового контента. То есть это были немножечко разные в плане зоны ответственности людьми. Тут я работала с тем, что было возможно. «Le Jour», там как бы согласился поговорить, один из двух главных редакторов, «Ауцер», главный редактор, «Стрит-пресс», главный редактор и «Фабула». Главный редактор, они немножечко разные, «Фабула» — это такой небольшой проект, «Стрит-пресс», в общем, побольше, но мыслишь себя независимым. Какие-то проекты вроде «Арты», «Радио Франс Культюр» и «Радио Франс Интернациональ», государственные проекты, в чистом виде, «Лави Дезиде», «Колледж Де Франс», в общем, тоже «Мон Дипломатик», «Лежу», «Ауцер» — это частные проекты, и они на тот момент активно работали, в том числе, с формированием сообщества подписчиков, тоже каждый по-своему, они об этом довольно много рассказывали. Здесь я просто пролистаю, наверное, видно, на момент полутора годовой, чуть меньше давности, скриншоты, но, в общем, вполне они корректны в плане дизайна. Еще раз, «Арте», «Франс Культюр», «РФИ», «Лави Дезиде», «Мон Дипломатик», «Лежу», «Ауцер», «Стрит Пресс», единственное, как бы такое англоязычное название, и «Фабула». Здесь, наверное, я не буду сильно останавливаться, просто я себе писала эти вопросы, разбивала вот те изначально три блока под вопрос ключевой, на какие-то, на какие-то, ну, более детализированные вопросы. Я проверяла соцсети, я проверяла, где, у кого и сколько, в каких соцсетях подписчиков, активных подписчиков, как часто материалы там размещаются, какие материалы, это просто перепост сайта, или это какая-то подводка, проблематизирующая этот материал, или это перепост дружественных, каких-то, ну, таких вот, изданий, работающих на ту же публику, более или менее. И отдельно я это не анализировала, скорее, это именно в рамках подготовки к интервью, чтобы я могла прийти и спросить, а вот скажите, пожалуйста, почему у вас нет, например, на Фейсбуке? Вот. Дальше я нашла, я не знаю, вдруг кому-то это будет полезно, но расшифровывать вручную мне было тяжело, я нашла Sonics, такой сервис, и он французский хорошо расшифровывает, прям, прям хорошо. Русский плохо, русский хорошо. Вот. И дальше эти интервью, просто сейчас у меня есть все, ну, вот, в таком варианте вордов, и в общей сложности, вот, повторюсь, это 740 минут, то есть 12 часов записи, не так много, как бы кажется, но мне непросто с этим работать, вот это, ну, потому что действительно требует очень плотного анализа, на мой взгляд. То есть то, что я сегодня покажу, это общая типологизация, и мне кажется, это надо еще по-другому проработать. И, возвращаясь теперь, теперь третья часть, интерпретация, значит, на что я обращала внимание, ну, вот даже на подходе, где редакция расположена, да, предполагая, это частью позиционирования и вписывания как бы интеллектуального в такой материальный контекст. Франц Культура – это большое здание Мезон Толя-Радио в 16-м округе, в таком дорогом округе, ну, так я это говорю, на всякий случай. Лежур часть, я была удивлена, вот по, как бы, имея изначально такую цифровую картинку того, как устроен сайт, как устроен его дизайн, как продумано, как продумано вообще все от структуры до визуальности и каково, собственно, содержание того, о чем пишет издание. Я была удивлена, когда меня пригласили в редакцию, оказалось, что она находится, ну, в центральной части Парижа, но вот по меркам центральной части, в общем, на краю, в маленьком таком здании, простом, ничем не выделяющемся на втором этаже, вот там еще сколько-то офисов было. Le Monde Diplomatique, 13 округ, ну, тоже, может быть, не самый центр, но там было приватизированное помещение, как если бы вот, ну, как приходишь в редакцию, там, раньше СНО, СНО, да, был на Красном Октябре, СНО бы масштабнее, а здесь, в общем, ну, тоже такое кирпичное здание, бывшая фабрика, но оно было приватизированное, повторюсь, оно принадлежало редакции, оно было очень хорошо обустроено, ну, то есть вот от него такой условно благополучием верхнего и среднего класса на уровне субъективных таких впечатлений, да, как-то веяло. И я потом задала вопрос собственному представителю французских медиа, потому что там как-то возникала повестка, ну, такая левого центра, некоторая оппозиционность, а как вы себя соотносите с этим местом, в котором вы сидите, насколько оно буржуазно, ну, вот какие-то такие вопросы, там как-то тоже хорошо это объяснил, ну, тоже это важная информация, на мой взгляд. А вот СНО, тоже небольшое такое помещение, open space, стрит-пресс я вообще не была в редакции, мы встретились где-то рядом, и у фабулы нет, у офиса распределенная редакция. Это первый, значит, аспект, на который я обращала внимание, размышляя о том, как вот эта категория интеллектуальности, интеллектуального, качественного медиа, категория предполагаемого интеллектуального контента и соответствующих этому контенту аудитории, как она соотносится с некой материальностью производственного процесса. Дальше это, что мне кажется важным, это реакция журналистов на словосочетание интеллектуальный контент. Здесь кратко об ошибке. Которая, как кажется, была совершена, хотя мне тоже сложно представить, может быть, действительно, если вы готовы, я была бы рада это обсудить. Как объяснить, что я делаю и о чем я буду спрашивать, не произнося слово интеллектуальный контент. Мне, как мне кажется, на тот момент неизбежно приходилось его произносить. и, допустим, вот Ольга Христофоровна в свое время сказала, что подождите, вы сами ему об этом говорили. Я говорю, да. Вообще-то надо было слушать, что они говорят и пытаться максимально избегать этого определения. Ну, коль скоро оно уже там как-то было мною задействовано, оно было мною задействовано в описании проекта, который я отсылала, договариваясь об интервью, реакции были следующие. О, классное словосочетание. Вот правда, надо взять на заметку. Да, мы как раз это и делаем. Мы производим интеллектуальный контент, ну и дальше беседа шла во многом в этом рост. Дальше следующее. Да, ну то есть даже вот сама категория интеллектуального контента не проблематизировалась. Да, мы как раз думаем, как лучше вот это распространять, продвигать. То есть люди вполне охотно и зачастую вообще без моего какого-то специального нажима или намека шли в сторону вот такого маркетингово-экономическо-производственного языка, да, или типа дисков. Да, мы это производим, продвигаем, исследуемо в нашей аудитории, там какую-то сегментацию, в общем, в зависимости от специфики деятельности журналиста, человек более или менее уверенно владел маркетинговой лексикой. И да, мы адаптируем к формату, адаптируемся к формату цифровых медиа, платформ социальных сетей, но это более релевантно для как раз старых аналоговых медиа, которые переходили или перешли в цифровой формат. Дальше, собственно, категория интеллектуального. Вот из того, что я как бы насобирала, оно, на мой взгляд, оформляется в три таких блока, опять же. Интеллектуальное, как информационно-просветительское. Это случай, ну, наверное, вполне ожидаемо францкультюр и арт, чуть менее ожидаемо, например, для меня был в случае аутси. То есть, идея в адаптации материала к новым форматам и к разной подготовленности аудитории. То есть, переупаковать большое интервью, там большой материал, в маленькое видео, в краткую заметку, в краткую заметку, в двустраничный материал. И сделать это таким образом, ну, такой классический, как бы, случай, о котором часто говорилось, францкультюр и арты, доступным новым аудиториям. Под ними прежде всего, вот характерно, понималась молодежь. Вот надо сделать быстро, надо сделать проще, надо сделать быстро. Вот надо сделать быстро даже важнее, чем надо сделать проще. И второй момент расширения аудитории, это люди, которые не обязательно живут в больших городах, а именно в Париже, не обязательно имеют высшее образование, но каким-то образом тянутся, значит, ко всему тому, что предлагает францкультюра. И вот сделать это доступно им тоже. Хотя, как только, ну, или я скажу об этом на следующем слайде, на самом деле, как только я спрашивала, скажите, пожалуйста, а вот кто ваша аудитория? Мне говорили, ну, жители больших городов, Париж, прежде всего. Ну, то есть сначала долго рассказывали, что они хотят поляризировать знания за пределами Парижа, а потом на следующем шаге выяснялось, что ну, пока все равно это, ну, как бы аудитория не сильно меняется. Хотя у францкультюр, на тот момент, кстати, они сами об этом говорили, с уайсной следния, резко пошел рост аудитории и во многом они связывали это именно с возможностями, ну, как бы с цифровыми медиа, с цифровыми площадками, с возможностями, которые предоставляют эти площадки. Значит, вторая функция, которая, как бы, видится за интеллектуальным информационно-просветительским, это мои, мои, как бы, такие систематизации. Ну, просветительская, может быть, там звучит, так или иначе, как популяризация, но тем не менее, это мое. Актуализация, писать знания в злободневную повестку, об этом, видимо, это обсуждается или обсуждалось на тот момент в редакции, потому что об этом сказали обе респондентки францкультюр, то есть, как бы, рассказывая о Средневековье, показать, что вообще говоря, актуально, актуально до сих пор. Например, посмотрите, как сегодня какой-то политический конфликт решается, как действует тот или иной политик, ну, там, в общем, требует определенной креативности, но вот эта попытка все время погружать в сегодняшний день. И про какие-то политические, мне вообще были интересны политические импликации, как вот это интеллектуальное, оно какое, оно левое, ну, как бы, в плане политического спектра, левое, правое, центристское, какие ценности политические или какие установки политические за этим могут стоять. и такой вот, ну, по крайней мере, эксплицитно декларируемый политический нейтралитет за общую айси ценность. Вот. Немножечко по-другому устроен второй тип, как бы, да, инструментализации, что ли, интеллектуального. Я его называла глянцевое, аналитическое. Да, интеллектуальное, как глянцевое, аналитическое. Вот в формате или в формате тех материалов, которые производят Лежу, стрит-пресс или монодипломатик, мне кажется, производится именно такого плана, дискуссивной переупаковки, ну, по крайней мере, в рамках высказываний, собранных мной, интеллектуального. Значит, интеллектуальное, как качественная экспертная аналитика. Это может быть журналистик, журналистик, расследовательская журналистика, например, стрит-пресс, да, ну, и монодипломатик, или журналистик, в общем, занимается по-разному похожими вещами, но неизменно в красивой упаковке. Ну, то есть все говорили, что это важно, это важно, как выглядит сайт, это важно, какой у него дизайн. В Лежур мне вот прям долго показывали, какие фишечки есть, как можно вот здесь посмотреть что-то, как здесь можно справку получить, что адаптируют к разным экранам, что можно читать, чтобы удобнее сочетать не только с монитором компьютера, они тоже бывают разными, разные операционные системы, но и в формате мобильного, что это важно, есть специальный человек в штате и так далее. Вот, при этом они как бы позиционировали себя как так, левый центр. Ну, в зависимости, допустим, стрит-пресс, это скорее левый, Лежур где-то между, а Лемон Дипломатик скорее центр. Но вместе с тем, чуть позже я об этом скажу, подписка платная, по крайней мере, на большую часть материала. И тоже очень интересно, как вот строена экономика, экономическая составляющая. Левасский дискурс, но вместе с тем представление содержания как продукта одновременно. Ну, и третье, это третье понимание интеллектуального, как его можно маркировать, это рекламно-академическая в общем и Фабула, и Давиде Зиде, это издания, которые делаются, вот АУЦ всегда не попадает, а эти два, они делаются представителями академического сообщества, которые одновременно вовлечены в академическую деятельность. Хотя главный редактор АУЦ на самом деле тоже, но на мой взгляд, все равно по-другому это работает. У них контент, у них содержание устроено больше как рассказ о деятельности организации. Обозначу, опять же, это мои кавычки. А политическое закладывается внутрь конкретных, ну, как бы оно в этом смысле, в моем понимании, ситуативно, оно закладывается в анонсируемые научные мероприятия, какие-то проекты, о которых пишутся, как часть редакционной политики как бы интегрировано последовательно, а нет этого. Третий, значит, дальше, иду дальше. Вот интерпретация аудитории. Никто не говорит прямо, наша аудитория ограничена, или мы работаем, однако, вот, мы работаем для всех, да, говорят на францкуте, даже на арте так не говорят. Но при этом, как я уже упоминала, на втором шаге оказывается, что все равно мы не для всех, и речь идет не только о том, что результаты наших следов не показали, что наша аудитория это большая часть порежание с высшим образованием таких-то возрастных категорий с заходом выше среднего, но это проскальзывает еще и в некоторых определениях, так или иначе маркирующих требования подготовленности потенциального, потенциальные слои аудитории. И большей части, вот, как раз по большей части речь идет, как бы неизменно фигурирует хорошо образованные, в Лежур прямо сказали хорошо обеспеченные, а дальше мне объяснили, как действует подписка, что подписка, ну, как бы подписка платная на большую часть материалов на момент 2018 года, мне кажется, было 200 евро полная годовая подписка, и мне говорят, ну, это вот нормально, это вот, это не очень дорого, так, чтобы и люди с превалирующим символическим, интеллектуальным капиталом, культурным капиталом, простите, могли себе это позволить, и, ну, грубо говоря, преподаватели гимназии, школы, ну, и не только они, вот, я просто тогда пересчитала это на наши деньги, сказала, что вот в России вряд ли бы это прям вот так сработало на широкую публику, не на поддержку отдельных институций или меценатов, как, допустим, как спонсоров, как работает Кольта, а вот такой прям подписка-подписка в обращении к постоянным читателям. Исследования аудитории проводят просто практически все, причем не только своими силами, а именно привлекают маркетинговое агентство. Стрит-пресс у них просто нет для этого денег, фабула тоже очень маленькая. В соцсети, как уже было сказано, привлечение молодежи, так это позиционировалось три года назад. И соотношение категории деньги, производства, продакшн и дизайн. Значит, сколько это стоит в редакции и как предполагается, должна или не должна за это платить аудитория. Неизменно звучало, так я бы сказала скорее формально, но повторялось вполне твердо, что мы государственные, поэтому мы, конечно, бесплатно и бесплатно не будем франц-культюр, арте лавида зеду. Про лежур я тоже уже сказала, то есть демонстрирую все эти фишечки, одновременно проводилась идея, что вот это все оно дорого стоит в производстве, в усилии, времени, которое в этом угложено. И, конечно, если вы хотите вот так, еще и без рекламы, то это за деньги. Стрит-пресс немножечко другая стратегия, но и у них аудитория не так широка. Деньги не главное, говорят они, и всячески там еще. И еще по-разному как бы разворачивается такой левый дискурс, но поддержите, если вы идейно с нами. Мне это немножко напоминает ситуацию в более гротескном варианте российское «Молоко плюс», которые, с одной стороны, клеймят мировой капитализм, а с другой стороны, продают мерчи с майки, кружки и так далее, с символикой издания. И там еще есть разные цены за разные мерчи. Понятно, что это понятно, не понятно, в общем, это стандартно оформляется в риторике. Мы не заработать, мы на существование. Но, в общем, как-то, наверное, соотнести можно. Что еще? Читатели. Кто ваш читатель? Кто ваша аудитория? Это читатель, зритель, слушатель. Тоже было очень интересно просто слушать, как называют людей, для которых это делается, которые читают, слушают, смотрят. Читатель, зритель, слушатель тянется к прекрасному вот францкультюре, например, арте, простите, арте, конечно, плюс апостри. Член клуба, и это идея клуба, которую, собственно, МОН Дипломатик продает своим подписчикам, читатель-основатель, и это идея, которая своим подписчикам продает АОС, читатель-потребитель, и не просто какой-то, а качественной информации. Это то, на чем основано. формирование потребительской аудитории, читательской, простите, аудитория в Лежур, и идейный читатель это стрит-пресс. Ну и вот новые какие-то дальнейшие вопросы, которые возникают из этой предварительной систематизации, как создатели медиапроектов вписывают себя самих в поле интеллектуального. Ну, конечно, никто не говорил напрямую, я интеллектуал, и вопрос так не стоял, тут просто нужно с одной стороны переслушать интервью, а с другой стороны, возможно, как-то вопрос переформулировать для себя, как в представлении моих респондентов устроено социальное пространство, в котором они работают, и в какую точку этого пространства они помещают самих себя, и какими они видят функции политические, вот мне было бы интересно, интеллектуального контента, того содержания, которое они создают. Спасибо за внимание, у меня вот такой последний слайд по запросу интеллектуал, можно найти три типа картинок, да, это вот такая стилизованная во французском, наверное, в таком поп-французском стиле черно-белая картинка и мыслитель Роден на фоне «Телевой башни», это обложка книги Жизель Сапира, Сапиро, одной из ведущих следовательских темы интеллектуального интеллектуализма, и картинка из, есть такая платформа Pinterest, где речь шла о том, что интеллектуальное становится модным, и как это себя проявляет в этом сезоне в мужской моде, да, и вот такой вот, видимо, юноша-интеллектуал. Дорогие коллеги, спасибо, на этом я завершаю свою презентацию, надеюсь, это было удобно и слушать и смотреть. Могу ли я остановить демонстрацию экрана или удобно оставить пока презентацию, как есть? Нет, я думаю, я не знаю, как, я думаю, что... Остановить. Остановить. Посмотрели картинки, да. Спасибо огромное. Будет массу соображений, будет, и вопросов. Вот Сергей Николаевич, к сожалению, извинился за то, что он нас поднял, где-то доклад, я думаю, что у него бы тоже были соображения, безусловно. Вот, у меня есть вопросы, но я не хочу, как сказать, приватизировать микрофон, но, может быть, я их задам, если у кого не просится слово, а потом остальные за это время сообразят. Они у меня не очень структурированы. Во-первых, меня... Я, значит, так скажу, что я реально себя представляю из всего, о чем вы говорили, только фабулу. Но зато мне кажется, что фабула, как в том анекдоте насчет того, что крокодилы летают, но не зэнька, не зэнька. Она совсем другая, мне кажется, потому что я так понимаю, что вот эти остальные издания, ну, это примерно то, что на бумаге там какой-нибудь Лепуа был. Ну, ну, в общем виде. А фабула все-таки, она как раз, может быть, более интеллектуальная, но она четко профессиональная аудитория. Она никого особенно не просвещает, потому что я не вижу, честно сказать, читателя, может быть, я как-то с снобистки подхожу, не литературоведа, ну, там, и не историка, который вот просто это будет читать для того, чтобы, ну, как бы узнать про умное, да? А с этим вашим интеллектуально, вот, значит, завтра открывается нонфикшн, и я знаю, что люди, которые не в курсе, вот им говоришь, что это ярмарка или там про фалансер, магазин интеллектуальной книги, они говорят, ой, ну, это там те, которые не стремятся специально повысить свой статус, но это не для меня, или, а что такое интеллектуальное, там только, ну, как бы философия, а у нас ведь, я не знаю, как, кстати, совпадает ли это с французским делением, у нас, в общем, уже интеллектуальное стало означать просто то, что не, как сказать, ну, не эти самые многотиражные детективы, там, условно говоря, не Дарья Донцова, потому что на нонфикшн можно встретить все, что угодно, и далеко не все оно будет подходить в строгую категорию интеллектуальности, вот, и, и кроме того, еще у меня был отдельный вопрос, поскольку вот немецкого я совершенно не знаю, но зато я хорошо знаю слово фильетон, и занималась имя применительно к французскому в 19 веке, вот вы сказали, что у них нету отдельного вот такого интеллектуального, но есть в газетах больших фильетоны, а что это означает, и что происходит в этих фильетонах, вот, и опечатанных у них отдельных изданий тоже таких нету, то есть у них вообще вся, а это от того, что они, грубо говоря, они выше нас, или как, и Франции, то есть у них так много интеллектуальности, что ее не отделяют, не выделяют в отдельное производство, или наоборот, они ее совсем не ценят, вот, как бы, в какую сторону понять. Почему? Ну, вот это примерно пока все, наверное. Можно я сразу отвечу, ну, кратко, может быть, без какой-то проинтеллектуальное, как бы, у нас, про фабулу, ну, тут тоже, тут, как бы, отчасти, эту выборку еще нужно будет обосновывать, я скорее рассказала о том, с чем я работала, с Александром Гефеном, тут уж, наверное, да, так получилось, что, когда я спрашивала разных коллег, а что вы читаете, а что вам, кажется, попадает в эту категорию, кто-то сказал, ну, вы знаете, вот есть такое, такое еще издание, оно может быть, не совсем широко популярного профиля, собственно, точнее, совсем не, но это был один из пионеров, который перевел свое время, он об этом рассказывает в интервью, там, в 99-м году, он первым решил сделать это, в виде цифровой платформы, сначала блога и так далее, и мне было просто интересно с ним поговорить, и заодно послушать, как вообще, вот, ну, в его таком, как бы, в его сегменте интеллектуальная литература человеческая, переводилась в цифровое, да? Понятно. Он же сразу придумывает цифровой проект. Что касается интеллектуального в России, интеллектуального в России, значит, очень интересно, как используется категория интеллектуального в России, когда вдруг оно, ну, так скажем, по моим наблюдениям, после кризиса 2008-го года, финансового, и между 2008-м и 2014-м, таком политического, с Крымом, да, оно получило, как бы, абрионовую популярность в разных, как бы, в разных сегментах российского общества, чуть-чуть по разным причинам, но отчасти потому, что в чистом виде материальное начало девальвироваться, тоже по разным причинам, где-то на волне середины двухтысячных, вот, нефтяных денег и системы кредитов, где-то, потому что вдруг этих денег стало меньше, и вдруг категория интеллектуальная вышла, ну, показалась таким удачным статусным маркером, так скажем. А дальше оно может трактоваться очень по-разному, но по-разному, устроено в издании афиши, в издании кольта, а еще бывают интеллектуальные мемы, значит, в Facebook сообщество интеллектуальные мемы для элит всех сортов, элит, а нет, элит, и какие-то такого саркастического, а бывают еще интеллектуальные котики, интеллектуальные показы мод и так далее, да, то есть действительно спектр широк, и можно встретить очень неожиданных вариантов, скорее тут... Интуальные украшения, про которые говорила Ольга Борисовна как раз до начала. рост частотности, но вот, да, но Ольга Борисовна сразу пояснила, что за этим стоит некоторая такая идея, иногда персонализированная, какая-то семантизация, да, так если можно сказать, вот, а бывает, например, модный показ и интеллектуальный образ, в общем, непонятно, что у него интеллектуального, но, например, там есть очки, да, и какой-то строгий силуэт. У меня есть другая презентация, я могу ее потом открыть, а есть, допустим, такой блок, открытка про интеллигент, когда, правда, используют слово интеллигент, вообще как слово интеллигент и интеллектуал сопрягается в постсоветской культуре, да, это вообще такой обобщенный миф до дореволюционной разных этапов советской интеллигенции и того, что потом адаптировалась после распада Советского Союза, но есть такой стишок, что интеллигентка Зинаида, что-то там оступившись, упавший в люк так матягнулась, что и там как-то так, что какой-то сантехник такой-то за ней прилежно записал, ну, то есть совершенно в разных аспектах это можно встретить. Это просто большая тема, у меня было ощущение, оно очень субъективное, когда я приехала и так для меня надолго, на три месяца в Париж, при том, что, казалось бы, Бурдион описал то, что он описал 40 лет назад, да, исследовал еще какое-то время до этого. Казалось бы, в какой-то момент ты вдруг, может быть, потому что это вот внешний, ты как внешний наблюдатель, вдруг совершенно по-другому начинаешь понимать, почему он написал то, что он написал. какие-то аспекты социальных иерархий, внешние проявления которых я могу наблюдать, кто кому как открыл дверь, дверь если открыл, кто кому как обратился, кто кому ответил на вопрос и нет. Ну, то есть какие-то моменты очень субъективных впечатлений, которые, тем не менее, избавиться от них даже вряд ли стоит. И это устроено не так, как в России. А что касается Германии, вопрос про филетон. Я сначала тоже уточняла, это про смешное, что это сатира. Я не отказываюсь, что нет. Нет, под этим понимается критика. То есть это, допустим, выходит газета «Цайты» и в цифровом варианте сейчас тоже самое, раньше толстая, бумажная, бескресный выпуск, и там где-то со вторых, третьих страниц и почти вся середина это критика. Это театральная критика, это кинокритика, это книги, соответственно, литературная критика, это какие-то вот кусочки литературных произведений, небольшие рассказы, афиша. Это все называется филетон. Так произносится по-французски, фактически. То, что сейчас «У Ле Монт» или «У Эли Бе» выделено в отдельные приложения «Ливр» или что-то. У «Цайд», например, «Ди Цайд» тоже такое есть, да, но оно может быть выделено в приложение, а может вот именно как воскресный выпуск существовать. И когда я пыталась найти, тут тоже, наверное, какие-то, и нужно сейчас повторить этот поиск, возможно, какие-то аналоги немецкие, может быть, и есть совсем такие «Дуэт Йоселф», например, какие-то совсем андеграудно-альтернативные. Но когда я начинала спрашивать своих коллег в Германии, например, разного возраста, разного статуса, от профессоров до студентов-аспирантов, вот причем знающих российских контекстов, словистов по большей части, знающих, что такое афиша, читающих Кольту, читающих там прежде OpenSpace, и так далее, они говорили, не, мы не знаем, иди, почитай сайт, кажется, это вот оно. То есть вот неизменно я наталкивалась на этот ответ. У меня на уровне гипотезы такое объяснение, что немецкое общество, оно, оно, тоже имеет свою иерархию. И очень такие, они вполне фундаментальны. их просто объясняют ли это некоторым таким распространением протестантизма, да, по-разному, думаю, не только это, но один из аспектов, вероятно, их просто не принято так демонстрировать. Я думаю, что ровно вот это срабатывает как бы в символической сфере, не принято выделяться одеждой, не принято выделяться машиной, по крайней мере из того, что я знаю, и не только из личного опыта, а вот чтение соответствующей литературы. И я могу предположить, что и не принято выделяться вот в отдельный ниш в этом смысле, оставляя, ну хотя бы на уровне, опять же, символическом возможность как бы всем чувствовать себя причастными. Отлично, спасибо, прекрасно объяснили. Спасибо. Так, у кого еще есть? У меня? Да. Можно тоже вопрос? Да, кто первый сказал мяу? Я просто поднял руку, но пробую пропущу Ольгу Борисовну. Ну хорошо, Оля, давай выпустим нашу снать голова. Так, так что, тогда сейчас Саше задаем вопрос? Нет, вы, потому что вы в кафе, и вас я пропускаю. Ну хорошо. У меня три вопроса, а не один. Так, Борисовну, пожалуйста. прислана. Оля, так, Ольга Борисовна, мы пока не слышим. Мы вас слушаем, но не слышим. Так, тогда я задаю? Да, давай. Так, ну пока что... Я думаю, я думаю, что связь подвисает. Что-то связь подвисает, давайте тогда я задам. Задержка. Значит, я сначала, такая небольшая преамбула о немцах, что немецкие, такие молодые ученые, как и польские, мне говорили, как они завидуют русским, что у вас Фейсбук такой интеллектуальный, что вы там обсуждаете феминизм, новую этику, религию, марксизм, в то время как у нас, у немцев и у поляков, Фейсбук это как Инстаграм, что я поел там, где я побывал. И вот они говорили, как они завидуют интенсивности интеллектуальной жизни в России. Но это в качестве преамбула и как раз вопроса о том, что действительно, по видимости, вообще в публичной сфере не положено об этом говорить. Если мы вспомним хабибурую публичную сферу, то она же не подразумевает именно регулярные коммуникации, она подразумевает ряд учреждающих актов. Нерегулярная коммуникация, которую подразумевал бы и Фейсбук, и вот те медиа, о которых ты, Ксения Константиновна, говорила. А вот у меня, значит, вопросы. Первый вопрос, это связанный с тем, что, собственно, единственный мой знакомый во французской интеллектуальной прессе это Мишель Ильчининов, внук знаменитого отца Александра Ильчининова и редактор Филомак. То есть это международное издание, которое имеет и французское, и немецкое представительство. И вот, например, я Мишеля спрашивал, мы с ним неофициально общались, и он, собственно, кто делает его журнал, кто его аудитория, кто его читатель и так далее. Он говорил, что на самом деле читатели это два типа. Первый, кто озабочены кризисом французского образования в эпоху глобализма, которым кажется, что глобализм размывает, что там дети ничего не учат, сидят в интернете, там и поколение ЕГЭ, там и то же самое, вот как бы Филомак объясняет, как устроит современный мир, но следует ли бояться клипового сознания поколения ЕГЭ, потому что французы тоже постоянно жалуются на такую американизацию. В общем-то, суждения французских обывателей мало чем отличаются от суждений наших обывателей про поколение ЕГЭ и тупую молодежь, которая сидит, в игры играет. И с другой стороны, но второе, это те, кто хотят разобраться, что в голове политиков, как он объяснял, что вот, например, Макрон философ, им хочется тоже узнать про философию, что же такое сделало Макрона политикам, что происходит в голове у Макрона, что происходит в голове у Ангелы Меркель и так далее, что в этом смысле философы, объясняя политическую философию, объясняют людям политиков, которые все больше и больше кажутся загадками, что же они на самом деле задумали и чего от них ждать. То есть вот эти две функции, он говорил, что именно они обеспечивают устойчивую подписку и то, что люди готовы платить за филом Макрона. Сами по себе рассуждения о спинозе или о гегеле никого бы не привлекли. И действительно, мы видим, я когда объясняю студентам модель работы интеллектуального издания, я говорю, что модель такая. Вы, например, меня все невнимательно слушаете, а вот если я скажу, а на зачете будет то-то и то-то, вы, разумеется, сразу у всех книжки на макрюшке будете. И вот, собственно, а на зачете будет то-то и то-то. А вот когда вы будете голосовать, там будет то-то и то-то. Второй вопрос, это, собственно, модель, которую у нас была, попытались реализовать. Это модель сноб centered с платной подпиской. Которая провалилась с треском которая провалилась полностью. Несколько раз на глазах. Несколько раз пытались перезапускать и провалилась, в том числе из-за того, что выяснилось, что те, кто могут платить, не могут производить интеллектуального контента, которые скорее не могут рассказать про то, как действительно я вылез из машины и что я поил, но не произвести интеллектуальный контент и мне, например, все время приятно... Они имеют потребности в его публичном производстве. Да, и мне в это время вспоминалось, как Бердяев поджаловался, помните, в самопознании, что он не может объяснить, что такое интеллигенция и немцам, и французам, поскольку для них, собственно, понятие уже интеллектуала существовало, но такой кадровый резерв, потенциальный, так сказать, чиновник или кто-то еще. Но они не могли понять вот эту интеллигенцию как класс. И вот правило сном общества, он во многом связан с попыткой как раз наоборот сделать эту модель, где интеллектуалы потом теоретически могут стать политически влиятельными людьми, которые, разумеется, не поддерживаются тем способом высказывания, тем способом как будто интеллигентского дискурса, который, может быть, только и был образцом. Третий вопрос, вот когда ты рассказала про, значит, три этих типа, я сразу вспомнил, что я каждый день заглядываю в ленту Телеграма, тех, собственно, Телеграм-каналов, на которые я подписывал, и вижу как раз эти три типа, просвещенный либерализм, леворадикализм и вот эта групповая, так сказать, корпоративная трансляция. И мне кажется, что это вообще связано с жизнью просто большого города, где действительно вот именно такой функционал есть. Иначе бы как объяснить, что, например, Телеграм воспроизвел, в общем-то, те же модели, которые были там в ЖЖ 15 лет назад или в Фейсбуке 5 лет назад. Саша, спасибо большое за реплики. Вера Аркадьевна, можно я кратко отреагирую? Да, конечно. Хотя это были, в сущности, не вопросы о высказывании, но вы, безусловно, и на высказывание можете реагировать тоже. У меня, знаете, у меня очень кратко, значит, два... По первой реплике, когда Мишей Ильичанинов обосновывает популярность, в частности, Саша, в разговоре с тобой, своего издания, вот это желание разобраться у политиков в голове. Это он так думает? Так говорит аудитория? Потому что я могу подозревать, что за этим, например, стоит не только желание разобраться, что там у политиков в голове, но и желание понять, как они пришли к этому успеху. Конечно, это всем интересная история успеха. Ну, кто-то читает биографию Черчилля, а кто-то там в Пилео Мак. Он, собственно, так... Да, кто-то идет более чем-то там. Поскольку журнал коммерческий, он не хочет потерять работу, разумеется, он пытается мониторить интересы и говорить, что действительно, допустим, рассказывают о Спинозе, но в связи с тем, как, допустим, Спиноза, допустим, повлиял на, я не знаю, ситуацию в европейской политике своего времени, как, допустим, идеи демократии, там, допустим, разные формы демократии связаны с разными формами философии. И отчасти это повторяет или как бы совпадает с той тактикой, которую также вполне открыто озвучили представительницы франскультуры. Все время актуализировать, все время погружать это в сегодняшний контекст и говорить по как бы читателю, такому-сякому, предполагаемому, широкому, узкому, как он может это использовать, зачем ему это нужно, как он может это инструментализировать. То есть вот эта вот как бы очень прикладная функция, она здесь… То есть речь идет о том, что это политическое издание, на самом деле, по сути. Ну, по крайней мере… Хотя оно по содержанию вроде бы практически полностью философские, профилософские, этические вопросы, допустим. Вполне там спецвыпуск об экологии, может быть, или об эфтаназии, но все равно… Слушай, ну это же насквозь политизированные темы, когда вообще философия была… Ну, как бы… Ну, ясно, что спецвыпуск об эфтаназии, об экологии или об ЛГБТ – это то, что тоже будет всем покупаться. Ну, да, и сам факт вот такой повышенной чувствительности, постоянного мониторинга желаний публики, предугадывания, то есть абсолютно маркетинговая логика. И вот как в этой логике существует интеллектуальная, это, конечно, отдельный вопрос, просто с поправкой на то, как цифровое в этом участвует. Про модель СНОБа… Что, как модно, который был вброшен некоторое время назад. Да. И что, как понимается вот это модное. Очень кратко про модель СНОБа. Да, здесь прям тоже, собственно, диссертации об этом много было. У меня, знаете, у меня очень краткое наблюдение. У меня даже где-то, по-моему, скриншоты сохранились в свое время, когда проект начался. Мне просто было интересно. Там сначала в 2007 году стояла заглушка, а была отсылка на LiveJournal. И там стояло такое самопозиционирование, по-моему, там. Или потом в подвале. Ну, в общем, в самом начале, что это для издания, для людей таких-сяких с доходом не меньше 10 тысяч долларов. Потом, значит, проект запустили. Вот, честное слово, клянусь, скриншотно, по-моему, знаете. А потом, ну, самое смешное, что они его запустили, стали собирать там со своими проблемами этих подписчиков. Но через какое-то время, грубо говоря, через полгода, через год, я с удивлением и восторгом внутренним исследовательским, и сложно было удержаться от того, чтобы не засмеяться. Там стояла другая цифра с доходом не ниже 5 тысяч долларов. Вот, ну, а дальше все пришло к тому, что там… Димпингуют. Хорошее социологическое исследование. Это было совершенно классно. Была такая неожиданная удача, да. Синтектовая его минимума. Ну, да. Потом там совершенно по-другому это развивалось, со скандалами характерными. Про платное, бесплатное. Кого пустили платно, а с кого берут деньги. Да, там я помню эпизод, когда сразу множество селебрити пустили бесплатно, чтобы они просто производили контент, потому что все остальные производить не могли. Но это в результате и сразу развалило всю эту модель там, практически там, социальной сети для успешных. Да. Но случай с Нобой, он как бы с одной стороны, да, отдельный, в рамках России, наверное, показательный. И вот эта попытка вообще огородить, неважно, интеллектуально, финансово, какое-то пространство в интернете, ну, искусственно, оно, она развалилась быстро, быстро и с фейерверком, да, что не значит, что этих иерархий нет. Они есть. И если заглянуть на Фейсбук, который я сегодня не разбирала, можно найти очень интересную, открытую дискуссию, опять же, не называя, но это мои коллеги там, бывшие по НЛО, например, замечательные люди, которые, был один большой такой разговор, как бы такой про привилегии, про собственные привилегии, некоторая их рефлексия, да, в отношении кого эти привилегии, хорошо это или плохо, чем они дались, и как они сейчас отзываются. Ну, то есть это большой разговор для постсоветской России, это вообще место такой повышенной чувствительности до сих пор. Про большой город, может быть, да, ну, вот третье, что ты говорил, но я не уверена, надо подумать еще. Мне кажется, что там может быть и, как бы, большая механика, да, но за ней могут быть более сложные мелкие механики, не привязаны только к категории большого города. Хотя это тоже. Надо подумать, Саша, я потом учитываю. А в остальном с тобой в кулуарах, я поговорю потом. Спасибо большое, да. Так, теперь, Ольга Борисовна, вы готовы? Да-да, я готова. Как раз, ну, вот, может быть, мой вопрос будет частично продолжать вот ту, ну, вот, тему политической ангажированности, которая уже здесь, вот, затрагивалась в предыдущей дискуссии. Вот, я все-таки, вот, хотела бы для себя прояснить, есть ли какая-то, ну, более-менее отчетливая политическая тенденция вот в этих лептуальных французских цифровых медиа, потому что, ну, вот, в докладе сначала, вот, Ксения, вы говорили о том, что вот можно как-то зафиксировать некоторый правый поворот, потом вот, когда дальше, вот, вы уже анализировали, там вот у вас речь шла о том, что идет вот какое-то смещение от центра к левацкому дискурсу, и, в общем, вместе с тем вот была зафиксирована тенденция к политической нейтральности. И вот мне интересно, вот на фоне, ну, такой довольно отчетливой традиции вот для французских, которые были в том, интеллектуальной мысли XX века традиции к левизне. То есть, ну, все-таки большинство французских интеллектуалов, вот крупных, они всегда стояли на левых позициях, то есть это был именно вот этот левацкий дискурс. Вот сейчас что с этим происходит? Он размывается, вот этот левый дискурс, или просто вот эти все цифровые медиа слишком разнообразные, мы не можем говорить о каком-то едином политическом векторе. Вот это то, что мне просто интересно. И вот второй вопрос, ну, как бы он такой, может быть, примыкает к первому, но не совсем. Вот если сравнить вот это французское интеллектуальное поле с англоязычным, ну, я просто опираюсь на более знакомый для себя материал, там я вижу вот сейчас очень большие, ну, вот, сдвиги, сдвиги в сторону, ну, вот, пресловутого там разнообразия, diversity, там политической корректности, вот, ну, особенно вот все вот эти последние там политические кампании, там Black Lives Matter, там Me Too, то есть, ну, ведь сейчас вот в англоязычные вот там периодики, в англоязычных медиа, ну, просто люди боятся сказать лишнее слово, чтобы вот их не обвинили, чтобы вот не было, ну, какого-то вот, вот, так сказать, скандалов, вот я тут вспоминаю прекрасный доклад вот Ольги Гуровой на вашем семинаре, где она как раз подробно вот говорила об этом. Сказали, не подумав, потом долго оправдывались, и стало еще... Да, 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 вот то, что люди просто боятся вот этих скандалов сейчас, то есть это фактически, ну, какая-то вот такая, ну, не цензура, но вот эта новая корректность, которая сейчас вот как-то очень ощутима и очень влияет на, так сказать, ну, такой общий дискурс, вот как с этим обстоит дело, вот, ну, французских медиа, второй вопрос. Все, спасибо. Я выключаю, потому что, так сказать, шум общий тут. Ольга Борисовна, спасибо большое. Здесь я буду скорее предполагать, чем опираться на опыт исследования. Возможно, Вера Аркадьевна меня поправит, да. Во-первых, вот эти интервью были взяты в 2018 году до больших скандалов, Black Lives Matter, допустим, да. Кажется, уже было Мету во Франции по-своему тоже воспринято. Но я тоже, спасибо, я сейчас понимаю, что это был мой... Ну, на тот момент прокол не прокол, не было таких больших поводов. Вот я специально не спрашивала, да, а как у вас устроена самоцензура? Ну, не прямым текстом, но этот вопрос можно задать по-разному, да. А есть ли темы, на которые вы не будете говорить? Возможно, стоит его дозадать. Вместе с тем, тут я бы, отвечая на первую часть вопроса, сказала, что мне как раз очень важно, даже имейте интервью, может быть, их стоит там актуализировать, если люди будут готовы, да, но это нужно какую-то часть материала сделать, чтобы они согласились снова потратить время, и это можно понять. Но мне очень важно проанализировать цифровое присутствие, потому что я предполагаю в любом случае зазор между тем, что говорят, мы политически нейтральны для всех, и между тем, что как бы в таком исследовательском смысле вырезает, когда ты начинаешь это деконструировать, да, что это все совершенно не политически нейтрально, что более того, я могу предположить, что по каким-то темам левее, а по каким-то правее, да, будет получаться. И это будет, возможно, по-разному у разных изданий. И вот как АОЦ вдруг попал в эту общечеловеческую группу, хотя мог бы попасть в группу такого платного контента, да, работать тоже с подписчиками, вот так же какие-то могут быть неожиданные комбинации в этом анализе. То есть тут просто как минимум нужно доработать наблюдение за цифровым присутствием этих источников. Это первое. По поводу сдвига в левую или в правую сторону, в общем, они и тоже. Так устроена была моя выборка. Я, например, не говорила ни с кем, ни с Le Figaro, да, но это тоже издание такого общего как бы, общего профиля. И даже с Le Monde я в какой-то момент была идея поговорить, потом не поговорила, потому что эта идея вот, ну, как вот с коммерсантом поговорить, да, тоже там в части культурного, как бы, да, культурного приложения по-прежнему, кажется, достойное издание, но это другое. И в этом смысле моя выборка уже, она кого предполагала, вот это вот левая. Вместе с тем, Вера Аркадьевна, мне очень стыдно, но я забыла имя и фамилию скандально известного французского интеллектуала, который претендует сейчас на… Эрик Зимур. Да, Эрик Зимур. Вот он, конечно, на тот момент, даже трехлетний давности, он был красной тряпкой для всех, с кем я говорю, потому что как только мы подступали к теме интеллектуальной, они говорили, вот смотрите, вот есть Эрик Зимур, это неправильно, это плохо, это противоречит традиции и так далее. И что вот мы против этого. Ну, то есть тоже, по-хорошему, если делать второй доклад, нужно приводить цитаты. А вот такое издание «Ле Козер» не попадалось вам? Я не знаю. Нет. Нет, «Ле Козер» как… По-моему, «Ле Козер», да. Но вот оно, как Зимур, делом, что Зимур лет, сколько уже, 13-15 назад был совершенно не таков. Он был крайне мил, умерен и симпатичен. Это вот такая… Я думаю, что… Я очень мало это знаю, если честно сказать, но происходит, видимо, поляризация очень большая вот сейчас. И даже вопрос был совершенно правильный, Ольга Борисовна. Я думаю, что за те три года, что прошли с ваших интервью, они очень сильно, как сказать, разбежались и, может быть, выставили на показ то, что они раньше не показывали, левое или правое. Зимур просто, он оседлал, собственно, правый популизм. Он сделал то же, что Трамп. Собственно, его называют французским Трампом. Ну, да, да. При том, что он, собственно, не миллиардер, а, в общем-то, журналист. И он, конечно, образовал Трампа. Правильно, у него другой тип капитала, но он решил с ним сыграть. Но он с символическим капиталом, будучи человеком умным и образованным, решил сыграть в правого популиста. По каким-то причинам. Ну вот, если говорить, понимаете, тоже, мне сейчас, конечно, очень интересно говорить, спасибо большое, вот промониторить каким-то образом, надо подумать, как вот этот аспект самоцензуры. Потому что, допустим, есть замечательные исследования на российском материале, примерно трех-четырехлетней давности, я недавно делала тоже рецепт, и вот читала статью про то, как устроена самоцензура в российских медиа, в том числе телевизионных, когда вдруг выходит вперед категория нейтральности. Категория нейтральности и адекватности. А под этой адекватностью подразумевается такое интуитивное, неизменно правильное угадывание того, что можно сказать, что нет, кого можно пригласить, кого нет, в какой тональности, чтобы понравиться публике и не раздражать начальников. Вот что-то похожее, может быть, на французском материале было бы интересно. Скорее спасибо за вопрос, это для меня повод просто помониторить хотя бы на материале, доступном онлайн. Никакой социолог, но я думаю, что если вы будете у них спрашивать про какие-то слова, могут они их употреблять. Да, напрямую нет, а вот как бы… Ну вот очень простой пример. Есть такая повесть 19 века, 824 года, под названием «Урека». Это история маленькой негритянки. Она, естественно, в 824 году называется «Негресс». Сейчас, значит, видимо, сказать «негресс» – это просто самому себя выставить к позорному столбу. Вот есть такие, видимо, слова, то, что называется шабалеты, про которые, если спрашивать, вы можете их употребить в каком-то контексте или нет, то это уже будет что-то какое-то, значит, как-то маркированное. Но это абсолютно, так сказать, субжестим, как сказали бы французы. У меня, знаете, есть опыт с современным немецким обществом. У меня есть хорошие друзья, которые работают в театре. Ну, в таком международном коллективе. И предмет постоянных дискуссий – это, значит, вот diversity, разное, значит, в плане свободы, в плане сексуальной ориентации и определения, очень аккуратного, корректного определения. Второе – это diversity в плане, как бы, этничности, тоже аккуратно. Третья тема – это экологичность, да. Вот. И, как бы, с одной стороны, эти темы, ну, они вот в воздухе, они на повестке, руководство театра всяческих там озвучивает, делает совместные проекты. С другой стороны, в самом театре, в котором разнообразный коллектив, значит, слоган «Каждый заслуживает…», каждый имеет право быть оскорбленным, да, такой саркастический, где они всячески на уровне шуток по отношению друг к другу и так далее, они всячески, ну, всячески-не всячески, но до определенной степени противодействуют, считая это таким, такой властной апроприацией того, что они и так уже, как бы, на практике осуществляют. Да, но это конфигурация политической сферы, опять же, в Германии, в Американском мире они абсолютно разные, как раз здесь это… Да, про интеллектуальное здесь тоже мне рассказывают, что для этого… Ну, опять же, вот в категориях, что раньше было понятно, кто интеллектуал в Германии, были передачи телевизионные, были какие-то люди, которые вели передачи про книги, а сейчас непонятно, и даже эстетика визуальная непонятно, ты можешь что-то открыть, тебе кажется, это серое на белом, сейчас тут про умное будет, а это что-то совершенно правое. И вот это вот такое размывание даже на уровне таких маркеров, как бы легко считываемых, оно вот здесь маркируется как проблема. Вот. Ольга Борисовна, я вполне, к сожалению, и одновременно к радости не могу ответить на ваш вопрос. Я буду дальше над этим работать. Ну, то есть, про тот же Нью-Йоркер, кстати, я могу на примере Нью-Йоркера больше судить, в меньшей степени на примере Д'Гарди. С одной стороны, они совершенно очевидно клеймят Трампа, ну, вот прям так, ну, Трампа и всего того, что вписывается, прям клеймят из того, что я видела. В плане самоцензуры, может быть, я не так регулярно их читаю, мне сложнее отследить. По вашим наблюдениям, в такого рода изданиях это тоже есть? То есть, это не проблематизируется. Это вопрос к кому? К Ольге Борисовне? Это Кольге Борисовне. Ой, да, простите, Ольга Борисовна, это к вам вопрос. Насколько там... Вернись к нам. Да-да. Ольга Борисовна, как вы вообще считаете, в Нью-Йоркере можно говорить о том, что они, с одной стороны, критикуют Трампа, и это как бы ожидаемо, да, а с другой стороны, стараются быть очень аккуратными в рамках левацкого, ну, как бы такой самоцензура в рамках там демократической повестки? Или я утрирую? Я не так часто читаю Нью-Йоркер, но если я читаю, я смотрю скорее Нью-Йоркер. Ну, мне кажется, что сейчас вот общая тенденция, это все-таки критика Трампа. Это да, а проблематизация политкорректности, потому что мне кажется, я ее... Вот Германия... Ну, вот эта проблематизация есть, но она не высказывается публично. То есть я много раз вот слышала вот такие критические высказывания в частных беседах, особенно, ну, там вот, в университетской среде, но практически это никогда не выходит вот, ну, там, в какие-то медиа. Вот, а в частных разговорах это просто такая постоянная тема. Это и есть цензура своего рода и сама цензура. Да, 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 совершенно верно. Но вот я просто спросила именно о том, есть ли какая-то разница вот между французским и англоязычным дискурсом, потому что Франция все-таки, ну, традиционно отличалась какой-то там свободой, широтой вот такой вот взглядов на подобные проблемы. Я помню, как во Франции все смеялись, когда был скандал вот с Моникой Левинской, что тогда, ну, просто все богатались, что что это за проблема такая. Вот, но вот сейчас, я думаю, в нынешней ситуации французы, наверное, утратили часть своей легкомысленности. Не знаю, но я вот как бы не слежу так особо за французскими медиа, но это вот просто моя такая гипотеза. Дело в том, что если говорить, допустим, что это Нью-Йоркер, это такое леволиберальное издание, которое как раз и настаивает на том, что разные крайности левого мы должны немножко так вот примерно и 40, так сказать, усхать. А разумеется, понятно, что с одной стороны там американская вот эта повестка связана, конечно, с протестантским означаемым влиянием, с протестантским морализмом, а с другой стороны кампусы, как действительно, которые всегда были такой альтернативой, так сказать, и которые всегда позиционированы как государство в государстве, которые выстраивают себя прямо в противоположность этой, в общем, господствующей, на самом деле, протестантской этике. Это как раз, конечно, допустим, Нью-Йоркер будет описывать это как самоцензуру, а не как свой как бы леволиберальный имидж с соответствующими стратегиями действия, отработанными уже десятилетиями. Это очень странно. Вот Ксения Гусарова нам замечательно уже разговоры вносят в фактографическую и фактическую ноту. Это, Ксения Олеговна, это письмо, которое было не сейчас, а вот где-то полгода назад, по-моему, да? Год назад уже. Год назад даже. Да-да-да. Вера Аркадьевна, оно уже и выходит и на поверхность. Вот про французский контекст, я понимаю, что я не могу ответить на этот вопрос. Вера Аркадьевна, вот есть у вас какой-то готовый наблюдений? Я бы пока дальше читать. Я вообще про современную очень мало знаю, но я думаю, что, мне кажется, что, я не знаю, если кто-то еще хочет сказать, то я не то, что лишаю слова, но в качестве такого предварительного завершения я могу сказать, что огромное вам спасибо и Наталье Георгиевне за то, что она вас, так сказать, нам сосватывала, потому что это был нечастый у нас случай, когда с одной стороны нам предлагают продукт исследования, но с другой стороны такое исследование, которое вот всех затронуло, как-то всех разбудило и у всех оказалось в запасе пару слов, даже если они их не произнесли вслух. Вот, и поэтому мы вас с удовольствием ангажируем через какое-то время, если вы собираетесь, как вы сказали, продолжать. Вот вы теперь, мы вам поставили, как говорил я вас озадачил. в смысле поставил задачу, вы сами себе поставили задачу, приходите к нам через год, например, разозреете, пишите мне напрямую, например, и мы поговорим, еще продолжим этот разговор, тем более, что и жизнь будет развиваться, я надеюсь, в какую-то сторону, куда бы она не развивалась, то вы нам расскажете о том, какие произошли тут переменные подвижки, так мне кажется. Спасибо большое. Если кто-нибудь еще хочет сказать, то ради бога, вот, Наталья Георгиевна и Сергей Дмитриевич, ура, давайте. Так, Наталья Георгиевна, леди first, пожалуйста. Я бы хотела спросить, потому что, мне кажется, что это достаточно интересно и важно. Ну, вот вы в самом начале, предваряя свое выступление, говорили о том, что вас интересует прежде всего развитие общества модерна и то, что в них происходит на сегодняшний момент. Вот в связи с этим, если в таких классических, традиционных обществах модерна роль эксперта и интеллектуала всегда была очень высока, то сейчас, вот по внешнему наблюдению, она сменяется скорее ролью такого коуча. И у меня вопрос. Сами производители интеллектуального и политического, они как, ощущают себя экспертами или они выступают уже в роли этих самых коучей и именно так их воспринимает публика, с которой они работают. И в свете этого коучизма не сводится лето к старой очень модели, которая была, скажем, ну, не знаю, связана с рецептом. Как стать миллионером? Как за 10 дней прочитать тысячу книг и так далее и тому подобное? Вот у меня такой вопрос. Наталья Георгиевна, спасибо огромное. Это тоже вопрос, на который можно отвечать, ну, как бы, действительно, очень много о нем думать. Я постараюсь ответить кратко. Во-первых, да, вот эта вот проблематизация статуса эксперта, это одна из, для самого сообщества, больших интересных проблем. Вот я знаю, мне кажется, Зимфира Саламова, наверное, она выступала уже, она пишет как раз об этом, проблематизируя статус эксперта, ну, вот на примере фэшн-блогов. Значит, для, тоже, я, как отдельный вопрос, это, может быть, не задавала, и сейчас я реконструирую, я аккуратно в этом, как бы, реконструкция интерпретации, нужно переслушать, а еще и читать. Во-первых, так, есть часть моих респондентов, которые определяют себя как журналистов, и они, как бы, за это держатся, потому что, как только они говорят, я журналист, они снимают эту дилемму, я интеллектуал такой или сякой, как вот у Баумана, да, интерпретации, я, как бы, нужен для производства знаний или просто, чтобы вот, история успеха, опять же, Саша, мне кажется, частично об этом мы говорили, они говорят, я журналист, я профессионал, я, мне нужно просто хорошо сделать этот материал, а потом хорошо его перепаковать, а если я занимаюсь маркетингом, значит, вот тоже разобраться в этой составляющей, если это специалисты, как, например, главный редактор АОЦ, или это специально, ну, вот, собственно, Александр, или Александр Гефен, делающий фабулу, хотя другой случай, мне кажется, для них это большая проблема, и как раз, как мне кажется, я, как я могу интерпретировать идею, и отчасти пафос создание издания АОЦ, это, с одной стороны, действительно переупаковка, как бы, больших идей в относительно быстро читаемый формат, они все же не настаивают на лонгридах, и вообще категория лонгрида, длинного чтения, она проблематична для цифровых изданий, тоже у меня много на эту тему наблюдений в формате российских медиа, но не только, и тут я бы просто еще понаблюдала, насколько это становится проблемой, насколько люди видят это как проблемой, насколько люди видят это как удар по статусу, например, что я уже не интеллектуал, а коуч, а может кто-то говорит, ну и классно, зато я там зарабатываю денег и нормально себя живу, ну, я очень утрирую, то есть я бы начала с того, что я бы посмотрела, насколько они это воспринимают как проблему, насколько это бьет по представлениям о собственном высоком статусе и видится как угроза потери этого статуса, вот, а про лонгридах очень кратко, в свое время, когда я анализировала издание, ну, у меня в мою выборку на кандидатской было включено издание Эксперт, ой, Эксперт, простите, Эсквайер, вот это вот такое, как бы, приобретшее статус Скультова под редакцией, под, как бы, главредом был Филипп Бахтин, и вот она вроде бы и франшиза, но совершенно иной статус, и он в одном из интервью, в смысле, Филипп Бахтин, рефлексируя о том, что такое Эсквайер, кто его читатель, он говорил, что вообще, а, подождите, наврала, это было СНОП, СНОП и редактор Николай Ускок, он говорил, что наша публика это люди, читающие длинные тексты, ну, как-то там довольно резко ограничивал, а если смотреть СНОП, неважно, цифровую версию или бумажную, там текстов, ну, вот на момент его высказывания длиннее двух вот разворотов не было, понимаете, поэтому вот это вот сопоставление, да, некоторого риторического оформления дискурсивного и материала, вот мне поэтому интересно сделать этот проект, вот имея медиа, имея разговор и имея содержание, вот дизайн, содержание и людей, которые это делают. Да, но длинные тексты это могло бы значить длиннее трех абзацев, для кого-то и такие тексты длинные. На это есть замечательная цитата из Николая Васильевича Гоголя, «Прочие все были люди образованные, кто читал московские вести, кто и вовсе ничего не читал». Ну, вот да, тут где-то с одной стороны какие-то вещи действительно кажется, вот они духом времени оформлены, а какие-то аналоги неизбежно находятся, и это уже не первое поколение. Так, поскольку время у нас все-таки близко к концу, давайте Сергею Дмитриевичу дадим слово. Сергей Дмитриевич, ваше слово. Вы знаете, я прошу прощения, меня слышно, я заранее прошу прощения, но, может быть, каким-то диссонирующим голосом выступлю, но поскольку Ксения Константиновна на самом начале сказала, что она с удовольствием от нас выслушает какие-то критические замечания, я мог бы, конечно, сформулировать это и в виде вопрос, но я для краткости все-таки сформулирую это в виде именно замечаний, и я даже не буду ждать ответов, потому что, может быть, на них ответов и нет, а скорее вот для будущих выступлений Ксении Константиновной, которые я тоже вполне приветствую, потому что интересные действительно темы. В чем моя главная претензия? Может быть, это уже возрастное, но я вот слушал-слушал и сам доклад и потом ответы на вопросы много интересных деталей. У меня не возникло общей картины, о чем собственно речь, какова центральная идея, которая организует все это исследование. Я не вижу этой центральной идеи. Какие-то были интересные брошенные мысли мимоходом, что вот связь какого-то интеллектуализма, вопрос открытый, что это такое, и социальной сертификации. Потом это было сказано, а потом отброшено, или может быть поразумевалось. Я вполне допускаю, что это мое личное восприятие, поскольку вот другие люди в основном моложе меня, они как-то так сказать включились в этот дискурс и задают явно осмысленные вопросы. У меня даже как-то вопросов не возникло, потому что этот вопрос главный, о чем собственно речь. Вот я на этот вопрос я не получил ответа. Много мелких наблюдений, частных, но непонятно, о чем в целом идет речь. И методологически, ну вот, скажем, как меня учили, вообще, так сказать, обычно, что, скажем, научное исследование, оно может по-разному строиться, но такое традиционное, что ли, подход. Вот выдвигается гипотеза, она формулируется, исходя из каких-то исходных понятий, которые считаются достаточно понятными и проясненными, и эта гипотеза проверяется на материале, который исследуется, и там получается какой-то ответ положительный, отрицательный. Ну, возможно, другой подход. Нет никакой исходной гипотезы, просто интересный материал, человек в него погружается, и как бы сам материал потом подсказывает способ его организации. Я сам так часто работаю, но в области филологии, когда, скажем, мне хочется написать какую-то статью о каком-то тексте. У меня нет никаких исходных представлений, или они есть, но когда я начинаю читать текст, я понимаю, что мои исходные представления не имеют никакого отношения. И сам текст мне подсказывает, что о нем интересно написать, что из него интересно извлечь. Ну, вероятно, и вот в этой области, которую можно назвать там социологией чего-нибудь, можно тоже так действовать. И так я понимаю, мне кажется, что Ксения Константиновна действовала скорее так. Но пока я не вижу, что ей подсказывает материал. Он ей дает много разных интересных мелких наблюдений, но я не увидел никакой общей картины, в которой они складываются. Ну, и поскольку я уже слишком долго не буду говорить, времени уже мало, поскольку ваше центральное понятие все-таки это интеллектуальный контент, вот это такое, насколько я понял, все-таки ваше главное понятие, с которым вы подходите к материалу, но вы его никак не определяете. Как можно оперировать каким-то понятием, если вы его не определили? Или, ну, можно, конечно, считать, что вот есть какое-то смутное где-то представление об интеллектуальном, и вы сами не знаете, что это такое, и вы погружаетесь в материал, чтобы понять, что люди под этим понимают. Можно как-то так подойти, но я не увидел этого. Извините, я, может быть, слишком долго говорю, я вполне осознаю, что, может быть, это моя собственная синхразия, что я вот это так и воспринял. Но я это так и воспринял. спасибо большое, Дмитрий, спасибо большое. Вера, можно я кратко отвечу? Конечно, можно. Чуть более подробно поблагодарю. Я сейчас не буду отвечать, тем более, что вы правы абсолютно, эту критику я принимаю, и вот эта установочная, методологическая и проблемная часть, она была, правда, скомкана. Скомкана во многом в силу того, она у меня есть прописанная, но скомканная во многом в силу того, что я вернулась вот именно к этому материалу относительно недавно. И все, что вы сказали, я абсолютно принимаю. Я действительно иду больше, имея некоторый бэкграунд и вот такое признание по поводу того, как устроена социальная иерархия, какую роль, по крайней мере, на примере российского материала играют в этом цифровые медиа, но я во многом иду от материала, то есть я просто недостаточно в него погрузилась или вынурнула на какое-то время, и вот повторное погружение, оно выявляет не, ну, все эти недостатки, о которых мы сказали. То есть и определение того, как устроена базовая категория, с которой работаю, что я под этим, по крайней мере, для начала понимаю, как я потом прорабатываю, например, интервью. Все, 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 я это буду делать, и вот я принимаю вашу критику, я благодарна, но просто в следующий раз мне хотелось бы рассказать, показать результат, сфундировав его, соответственно, проработанный проблемой, вопросом, гипотезой, если появится, какая-то есть на самом деле. А я могу сказать буквально два слова перед концом в защиту Ксении Константиновны, потому что мне кажется, что, то есть, конечно, это не было высказано, но я поняла сверхзадачу так, что предыдущее было сделано на российском материале, и всякий, кто читал, поименованные Сноп, Эсквайр и все прочее, тот примерно себе представляет разницу этих изданий, условно говоря, от Советского Самой Русской Правды и примерно представляет себе, что такое этот интеллектуализм, что бы под ним ни подразумевалось, и может быть, он и отчасти в кавычках. И я так поняла, что Ксении Константиновны захотелось посмотреть, а что под тем же самым словом скрывается во Франции, а в нем, безусловно, скрывается другое, хотя бы потому, что во Франции слово интеллектуэль имеет совершенно не ту традицию и не те коннотации, что у нас, потому что у нас, ну, это вот мы сейчас совершенно не будем обсуждать по поводу интеллигенции, но у нас есть эта пара, которой, в общем, нет у французов, и интеллектуалы у них имеют совсем другую историю, значит, а некоторые вообще, хотя я с этим не согласна, ведут интеллектуализм от Средних веков и говорят, что клерки средневековые и Легов, так считал, уже были интеллектуалы. Поэтому там, конечно, контекст другой, но я так понимаю, что вам хотелось посмотреть, чем отличаются аналогичные издания французские от наших, а вот немецких вообще не оказалось. Это уже очень интересный результат. Вот. Но я думаю, что все уже очень устали, а... Спасибо огромное. ...правильно сказал, что, в общем, вы не успели объяснить, что такое это самое интеллектуальное, но так вы объясните в следующий раз. Вы же еще не закончили работу. С большой радостью. Я еще раз благодарю за эту возможность, за доброжелательность, за просто очень действительно важный линия вопроса, которые подсказывают, за критику, которая подстегивает и говорит, слушай, нельзя расслабляться, нужно делать как надо. И вот сразу тебе расскажу, действительно, через год, наверное, это реалистичный срок. Если получится раньше, я скажу. Все, милостей просим. Большое-большое-большое спасибо. Всем огромное. Вот. До следующего раза. В следующий раз у нас будет не менее замечательный спикер, о чем Елена Евгеньевна послала всем извещение. Приходите. Все, всего доброго. Счастливо. Спасибо. Всего доброго. Всего доброго. Всего доброго. Всего доброго.